Программа Чаодаев. Программа мы готовим совместно с Европейским университетом. Об этом обязательно вам надо напомнить. И сегодня мы будем говорить о том, как смотреть на картины эпохи Возрождения. Ну, собственно, не только об этом. В этой теме очень много всяческих подтем. Я надеюсь, что большинство из них мы успеем до вас донести. Как вообще смотреть на живопись, как меняется восприятие форм, цветов, жестов и композиций великих полотен за прошедшие сотни лет. И что это дает современному человеку, что дает то, что мы знаем об этих изменениях, знаем об этой эволюции и как мы себя в связи с ними чувствуем. Но я начать хотел бы, в общем-то, с самого простого и банального вопроса. Вот зачем нам вообще сейчас знать, что там видели эти люди эпохи Возрождения на своих картинах? Мы же, в принципе, и так можем отличить хорошую живопись от плохой живописи. И если мы, допустим, видим статую Давида, то мы все равно можем составить о ней впечатление, вне зависимости от того, знаем ли мы о том, кто такой Давид, знаем ли мы о поединке его с Голиафом и всю эту мифологию, или не знаем. Хороший вопрос. Зачем нам вообще что-то знать, если можно прийти и просто начать наслаждаться? Вы примерно про это, да? Конечно. Прийти и сказать, как красиво. Ну, или что-то не очень. Точно. Но ведь беда в том, что художник, как правило, совершенно не заботился о том, чтобы это было именно красиво. Или чтобы мы пришли и начали восхищаться певучей гармонией линий. Художник нес определенное сообщение и пытался выразить его максимально емко, пользуясь теми средствами, которые у него были. Это сообщение содержало часто гораздо более важные идеи, чем красота. Вот, к примеру, когда византийский художник во всю стену огромной церкви пишет «Страшный суд». Вы думаете, ему нужно, чтобы было красиво? Ему нужно, чтобы было очень страшно. Или Джотто, например, в «Капелле де льискровенье» просто во всю стену еще полстенный дьявол. Некрасивый совсем. И как грешников поедают, тоже совсем некрасиво, но очень впечатляет. Когда Пикассо писал Гернику, он ведь совсем не про красоту думал. Он думал про то, как заставить зрителя закричать «Господи, что мы делаем с этим миром?» С этим гармоничным, прекрасным миром, который превратился во взрываемую клетку. Поэтому сообщение, которое стоит за картиной, оно сложное и очень важное. Если мы не будем его понимать, то это все равно, что мы бы слушали, как читают стихи на неизвестном нам языке. Да, мы какую-то музыку там улавливаем, особенно если есть рифма, мы радуемся рифме. Если нет рифмы, мы пытаемся уловить ритм, но настоящее удовольствие не получаем. А если мы понимаем, что сказано в стихотворении, да еще и слышим музыку, вот это полноценное удовольствие. Поэтому для того, чтобы получать удовольствие от живописи, надо хотя бы приблизительно представлять себе, какое в нее заложено сообщение. Именно про это, собственно, я и пишу, и именно про это пишут гораздо более значительные ученые, чем я, которых я читаю и о которых я рассказываю в своих лекциях. У нас в качестве повода для этого разговора Мадонна с младенцем, которая у нас в Эрмитаже, очень известная картина. И в связи с этим хотелось бы и вот на этом конкретном примере тоже попробовать разобраться. Что вообще туда можно вложить? Ведь это молодая женщина с ребенком на руках, ну, допустим, ее какие-то предметы, возможно, окружают, возможно, какой-то пейзаж. Да. Эрмитаж, на самом деле, второй раз к Рождеству делает всем нам замечательный подарок. В прошлом году они привезли дивную выставку Пьера де Ла Франческо, в этом году привезли Мадонну Ложи, Мадонна де Ла Лоджа Боттичелли из Уфицы. И как-то так получается, что второй год подряд они доносят до нас одно из главных сообщений, которое было заключено в изображении Мадонны с младенцем и особенно в изображении сцены Рождества. Оказывается, когда художник изображал Рождество, он должен был донести три идеи – бедности, смирения и радости. Вот если в следующий раз будете в Эрмитаже и посмотрите на Рождество Рембрандта, вот тогда станет понятно, почему это гениальная картина. Потому что более гармоничной передачи идеи бедности, радости и смирения одновременно я, пожалуй, даже не могу себе вообразить. А вы здесь упоминаете слово «должны». Это где-то прописывалось? Да, на самом деле да. Потому что ведь живопись, о которой мы говорим с вами сейчас, ну, в основном живопись, о которой я сейчас буду говорить, – это религиозная живопись. Я не рассматриваю сейчас светскую живопись, портреты, потому что живопись родилась в ответ на определенный социальный запрос. Это был запрос церкви или верующих заказчиков. И живопись отвечала на совершенно определенные задачи. Религиозная живопись должна была понятным языком, понятным человеку, не умеющему читать, рассказать об, во-первых, основных событиях Нового Завета прежде всего, неплохо также и Ветхого Завета, но речь ведь шла не только о том, чтобы рассказать о событиях, а о том, чтобы спроецировать то, что происходило тогда, на то, что происходит с нами сейчас, и заставить человека читать все события, или, вернее, научить человека читать все события его жизни в перспективе библейской истории. Поэтому существовала целая наука растолковывания. Эта наука прежде всего доходила до человека благодаря проповеди, поскольку всякий приличный человек все-таки хотя бы по воскресеньям к проповеди ходил, и в церкви проповедник объяснял ему те или иные части христианского учения, пользуясь наглядными пособиями. Как сегодня лектор использует для своей лекции презентацию, так проповедник, когда разговаривал со своей паствой, показывал на то или иное изображение, находящееся в церкви, это ему помогало, и им помогало живее вообразить те или иные идеи, которые иначе трудно воспринять. Поэтому да, мы знаем точно, что проповедники, скажем, XV века говорили перед тем или иным изображением или о том или ином чуде. Вот о чуде Рождества они говорили то-то и то-то. И, соответственно, мы на основании этого реконструируем то восприятие, которое, вероятнее всего, должен был воспитать в себе человек XV века. Так, а давайте попробуем тогда представить себе, что можно было бы сказать вот этому самому проповеднику перед конкретным изображением, которое сейчас может увидеть любой петербуржец. Мадонна с младенцем, да? Мадонна с младенцем, изображение Мадонны с младенцем находится на грани между двумя сферами. Есть два изображения. Это так называемый Сальватор Мунди, благословляющий Христос. Христос рукой вверх или рукой, направленный на зрителя. Небольшое погрудное изображение, очень близкое к православной иконе спасания рукотворного. И Мадонна с младенцем – это два таких укропненных типа или два иконографических, скажем, образца, которые могли использоваться как в церкви, так и дома. На самом деле дома начали молиться довольно поздно, ведь практика молитвы была практикой воспитуемой. И когда все молились в церкви, тогда, собственно, и обучались правильным молитвам и тому, как следует их читать. Когда техника воспроизведения достигла достаточно уже высокого уровня... Когда научились хорошо рисовать? Нет. Когда научились быстро делать такие изображения, которые можно было бы изготавливать десятками тысяч. Ага. Потому что... То есть это все-таки уже ближе к печати? Ну, по-разному. Если выработать некоторую очень простую иконографическую модель, которую может воспроизводить не очень опытный художник... Шаблон. Да, тип. Мы все-таки называем это типом мягче. То их можно написать много. И развивается, когда практика такого домашнего благочестия, появляется потребность в таких изображениях. Или наоборот, появляются такие изображения, возникает возможность молиться дома. Это очень поздняя практика. Это, на самом деле, где-то XIII век, и она возникает в домах сначала аристократии, потом она спускается чуть ниже, в дома буржуазии, а потом уже, когда появляется гравюра, дешевая гравюра, эти изображения проникают в дома. И уже можно тогда сказать о широком распространении вот этого поклонения образу Мадонны с младенцем. Так, вот это хорошо, что вы об этом сказали, потому что теперь становится понятно, что перед конкретной Мадонной Боттичелли, возможно, никакой проповедник своих объяснений не давал. Но перед похожими изображениями в храме все-таки проповеди проходили. Несомненно. И изображений этих к XV веку стало уже очень много, потому что это уже век, во-первых, сравнительного благополучия, во-вторых, это век довольно хорошего развития художественного и вкуса, и религиозного чувства, я бы сказала, нового типа. Иногда говорят о Возрождении, что это была эпоха стекуляризации. Вот это очень грубая ошибка, потому что эпоха Возрождения — это эпоха по-прежнему глубоко религиозная, но эта религиозность немножко другого типа. Это момент, когда в религии появляется очень-очень сильный человеческий элемент. Скажем, до этого все изображения Мадонны с младенцем носили такой очень важный статуарный характер. Младенец был одет в одежды чуть ли не римского императора. Он сидел на коленях у Мадонны, тоже прямой, как доска, и грозно смотрел. То есть это маленький мужчина, сидящий на коленях такой статуарной фигурой, который очень грозно смотрит на мир. Я бы даже сказал, не просто сидел, а олицетворял. Да. И это было когда главным вопросом для тех, кто окружал христиан, и главным сомнением для тех, кто окружал христиан, была божественная природа Христа. Очень сильно сомневались в том, что все-таки вот этот человек, память о котором была жива, на самом деле был сыном Божиим и был Богом воплоти. Чтобы донести эту идею, византийский художник изображал вот это вот то, что называлось майста, то есть фактически божественное величие, но при этом сажал этого божественного младенца на колени к матери. Потому что второй стороной чудо-явления Христа было вочеловечение. То есть то, что Бог все-таки стал человеком, принял человеческий облик и, как и мы, страдал, умер за нас, искупил наш смертный грех. Поэтому Мадонна на иконе или на изображении, на образе Мадонны с младенцем — это прежде всего свидетельство земной природы Христа. Постепенно ощущение того, что надо доказывать божественную природу Христа, слабело, потому что все меньше оставалась ересь. Убедили. Не доказали, убедили. И к XIV и уже особенно к XV веку возникла совершенно иная задача. Надо было напомнить о том, что Христос — это все-таки человек. И в религии появляется, благодаря Франциску Асискому и его последователям, очень человеческое, смиренное, наполненное любовью к ближнему измерение. И изображения Мадонны с младенцем начинают стремительно меняться. Это любящая мать с живым младенцем на руках. Тут еще проблема была в том, что постепенно распространялся так называемый марианский культ. То есть века с XIII начали думать, что Дева Мария, она, наверное, тоже является результатом непорочного зачатия. И, соответственно, одной Девы Марии не было достаточно для того, чтобы доказать человеческую природу Христа. Но когда Деву Марию начали изображать не как вот эту статую, затянутую почти до глаз, а младенца не как маленького императора, сидящего на ее коленях, когда в это во все проникло такое настоящее жизнеподобие, тогда, собственно, идея человечности Христа и Девы Марии и стала транслироваться вот таким вот образом. Поэтому Боттичелли — это, конечно, уже о том, как человек XV века думал о великом чуде вычеловечения и о том, что, собственно, Бог стал человеком, и значит, он тоже был слаб, он тоже был наг, он тоже нуждался в пище. Отсюда, кстати, появляется чуть позже тип Мадонны, которая кормит младенца грудью. И это очень смешной тип, потому что... Нет, иногда там все очень-очень натурально, а иногда Мадонна кормит младенца грудью, а младенец при этом отворачивается и смотрит на нас с очень грозным видом и даже, я бы сказала, внушительно, потому что он внушает зрителю правильную мысль. Смотри, я тоже был как ты, я тоже питался молоком матери, я зависела от нее, когда я был младенцем, я прошел твой путь, я умер, испытав страшные муки, так на что же ты ропщишь, бедный человек? И всякая Мадонна с младенцем несет в себе вот это вот сложное сообщение о величайшем чуде вычеловечения, о том, что Христос — это человек, и перенес все земные тяготы и страдания. Вы фактически сейчас объясняете то, почему многие изображения, которые очень ценились при их создании, по нынешним меркам выглядят достаточно странно и, может быть, даже нелепо. Здесь, видимо, мастерство художника как раз заключалось в том, чтобы он сумел с одной стороны всю вот эту вот сложную символику в картину уложить, а с другой стороны сделать все это так, чтобы не нарушать каких-то границ красоты. Совершенно верно. И там ведь было еще одно очень сложное задание. Скажем, ведь проповедник много раз говорил проповедь перед одним и тем же образом. И уж тем более, если человек был достаточно богат и мог позволить себе купить для домашнего, заказать для домашнего использования прекрасную Мадонну с младенцем известному мастеру, не то чтобы у него было пять таких. У него была одна картина, перед которой он проводил многие часы в молитве. И, следовательно, эта картина должна была быть достаточно многозначной для того, чтобы он мог размышлять о разных этапах жизни Христа. И, например, в ряде «Мадонн с младенцем» очень здорово использована аналогия между рождением и смертью Христа, потому что это ровно два момента, когда мы острее всего понимаем его земную сущность. И когда ты немножко в этом начинаешь разбираться, ты понимаешь, что один и тот же тип Мадонны с младенцем каждый раз рассказывает немножко новую историю. Вот, например, есть целый ряд изображений, на которых Мадонна изображена на фоне окна. Мадонна с младенцем на фоне окна. Если мы посмотрим на них внимательно, то мы обнаружим, что вообще-то она по ту сторону окна, а не по эту. То есть она висит в небе за нашим окном. И за этим тоже стоит несколько очень интересных историй. Потому что, с одной стороны, Мадонну в католических гимнах часто называли окном в небо. С другой стороны, Христос — это небесный жених, а небесный жених в песне песней назван женихом, грядущим во полунощи, стоящим за окном. И это другая тема привычных проповедей. С третьей стороны, Мадонна явилась в святому Луке в окне, и мы, это тот апостол, который, согласно легенде, впервые написал ее изображение, и мы отчасти, как святой Лука, переживаем тот же самый опыт. И это давало возможность подумать, вспомнить, погрузиться в размышления и пережить длительный эмоциональный контакт с изображением. А мы сейчас смотрим и не понимаем. Ну, окно, ну, Мадонна. Или еще... Сейчас, я знаю, что я таратворю, но я еще один очень любопытный хочу пример привести, который мы часто пропускаем. Есть два важных типа. Тип, собственно, Мадонны с младенцем, и второй тип, в котором очень важно присутствие Мадонны. Это так называемая пьета. Или Мадонна, которая держит на руках тело мертвого Христа. Он действительно душераздирающий. Есть ряд великих произведений, в частности, пьета Никеланджело в соборе святого Петра в Риме. Так вот, обратите внимание, на целом ряде изображений Мадонны с младенцем, младенец, особенно если это спящий младенец, лежит в той же позе, в которой лежит мертвый Христос на руках Мадонны. И рука у него также опущена, и голова также откинута. И это означает, что художник предлагал тому, кто перед этой иконой проводит многие часы, подумать о начале и о конце, о жизни и о смерти. И так далее, и так далее. То есть я, надо сказать, наверное, могла бы сама проповеди сейчас читать, подобно проповеднику XV века. Перед хорошей картиной можно минут 15 говорить, как перед собственной презентацией. Да, а вот, кстати, вы прям наводите на ту мысль, что, видимо, для художника и зрителя этой картины эпохи Возрождения, когда она создавалась, все вот эти вот детали играли роль подписей, которыми часто снабжаются в презентации слайды. Просто, поскольку зритель, возможно, был неграмотен, то для него нужно было не подписями это дать все, а наглядным языком. Или, как еще в кино часто бывает, когда сценарист не справляется со своей задачей, или как-то режиссер не справляется со своей задачей, не может выразить все языком кино, появляются субтитры. Там прошло 20 лет или что-то в этом роде, или более развернутые надписи и так далее. Вот здесь, видимо, что-то в этом роде. Это правда. Это проблема, которую даже искусствоведы называли проблемой скрытого нарратива в живописи. Потому что здесь, кстати, очень важная разница между православной иконой и католическим образом. Православная икона — это такой предмет, который содержит в себе частичку божества, поэтому рассуждать и воображать себе историю необязательно. Но, кстати, в православных иконах и фресках подписи встречаются. Вот. А католическая — это история. Это не столько икона, сколько нарратив. Это рассказ о том, что произошло. И великое мастерство художника как раз состоит в том, чтобы в одно изображение... Ведь изображение может изобразить только одну секунду. Это же как фотография. Так вот, задача великого художника — превратить фотографию в кино, чтобы, глядя на одно изображение, мы либо пережили несколько эпизодов одновременно, либо смогли воспроизвести в своем сознании несколько эпизодов. Самый известный пример — это «Тайные вечеры Леонардо», где действительно стянуто два эпизода «Тайные вечеры». С одной стороны, когда Христос говорит им «Вот хлеб и вино, вот тело мое, вот кровь моя», то есть учреждает собственно таинство причастия. А с другой стороны, он говорит «Тот, кто макает хлеб со мною в блюдо, предаст меня». И Леонардо сумел в одной фреске стянуть два момента, которые разделены, ну, в жизни, наверное, 10-15 минутами как минимум. Ну, хорошо, пятью, но тем не менее разделены. Но это два разных эпизода в любом случае, по значению, по смыслу своему. Да, это два разных эпизода, которые стянуты в одно изображение. И перед фреской ты замираешь и, собственно, останавливаешься, я бы сказала, именно потому, что ты, когда ты это понимаешь, ты переживаешь в своем сознании эффект ожившего изображения. Так что кино, да. Вот, как я понимаю, с этой задачей справлялись далеко не все, исходя из того, что далеко не все изображения, которые мы сейчас можем наблюдать, старые, древние, вызывают у нас те же самые эмоции. Да, с этой задачей справлялись далеко не все. И, собственно, мы видим, что художникам платили очень по-разному. Скажем, Фрабиат Анжелика платили в 10 раз больше, чем младшему из его подмастерьев. Сохранились контракты, и по этим контрактам как раз видно, насколько те художники, которые умели это делать, высоко ценились. Скажем, Пьера де ла Франческо, он вообще-то, он не очень красивые картины писал и фрески. И я помню, в прошлом году на замечательной выставке, которая была сделана с большим вкусом, там была дивная атмосфера, там в основном все хранили благоговейное молчание, и только периодически раздавался страстный детский шепот. «Мама, почему они такие страшные?» И это правда, потому что в ряде случаев они с современной точки зрения страшные. Но и Мадонна на Благовещении не до конца прописана, и с анатомией там у нее некоторые проблемы. Но задача была в другом, и это была та задача, в решении которой нуждался зритель Пьера, и поэтому Пьера называли монархом живописи. Так что вот идея, что наше представление о красоте можно наложить на категории XV века, она, конечно, губительна просто, потому что значительное число произведений старых мастеров покажутся нам с современной точки зрения ужасно некрасивыми. Маленькую паузу сейчас делаем, прерваемся на московские новости. Я напомню, что в нашей студии профессора факультета истории и искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталья Мазур, и мы говорим о восприятии живописи с точки зрения современников и нынешнего человека. В Москве 13.30, здравствуйте, в студии Александр Плющев, в эфире выпуск новостей. В Кремле видели сообщение о призыве в армию сотрудников ФБК Руслана Шеведдинова, однако комментировать их затрудняется. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все зависит от того, уклонялся ли Шеведдинов от призыва, и если уклонялся, то долго ли. Накануне основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что Руслана Шеведдинова похитили, выломав дверь его квартиры и отправив на службу на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане. И только что Алексей Навальный на своем сайте написал, что Руслан Шеведдинов ему звонил, телефон ему дал начальник медчасти для того, чтобы Шеведдинов сообщил имейл, на который можно прислать медицинские документы. Тут довольно большой текст, я приду лишь одну цитату. Сами военные нихрена не понимают, что с ним делать. То есть им прислали чувака с целью организации лишения свободы, конец цитат. Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление на Владимира Путина. Он просит завести дело на президента по новой статье о преступных авторитетах, пишет МБХ-медиа. По мнению Томилова, Путин является главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране. Томилов говорит, что это сделано не для того, чтобы Путина привлекли к ответственности, однако интересен ответ МВД по данному вопросу. Суд в Ленинградской области арестовал на два месяца бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика и его знакомого. Они пытались пересечь на лодке границу России с Эстонией, которая проходит по реке Нарвы. Им может грозить наказание до шести лет лишения свободы. Дацик был арестован в 2007 году за серию ограблений и помещен в психиатрическую больницу, но оттуда бежал. Он доплыл до Норвегии на резиновой лодке, однако убежище не получил и был выслан в Россию. Но в России он был еще раз судим в марте 2018 года за побои и разбой и недавно вышел на свободу. Аэрофлот и РЖД не вошли в план приватизации на ближайшие два года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, в план вошла аэропортовая инфраструктура. Речь, судя по всему, идет о Шереметьево. Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Красноярском крае выросло до 15 человек. Двое из них госпитализированы. Сообщается, что при взлете вертолет попал в снежный вихрь. По данным регионального Минтранса, машина была новой. Официальный курс доллара на завтра 61 рубль 72 копейки, евро 68 рублей 41 копейка. В Москве сегодня около плюс двух. Такая же погода и завтра. Возможно, небольшие осадки. Предстоящие ночи около нуля. Александр Плющев, служба информации «Эхо Москвы». Радио «Эхо Петербурга». 91,5 ФМ. Реклама. Уже 14 лет компания «Пироговый дворик» радует петербуржцев качеством своей выпечки. У вас корпоратив? Приготовим любые пироги для любой компании. Скидка 10% в службе доставки по паролю «Эхо». Подробности на сайте «Пирогов-дефиз-дворик.ру». Телефон 329-0909. ИП «Павлов АВ». Санкт-Петербург. Проспект Науки 4. Корпус 1. Квартира 100. Огранип 310-784-711-100-262. 3 февраля. Государственная академическая капелла. Впервые. Джованни Антонини и оркестр «Мьюзик Айтерна», художественный руководитель Теодор Курензис, представляют первую и третью симфонию Людвига Ван Петховена в честь юбилея 250-летия великого композитора. Спешите услышать симфонию в виртуозном исполнении выдающегося дирижера современности, известного изысканными новаторскими трактовками Джованни Антонини в Санкт-Петербурге. 3 февраля. В Государственной академической капельне. Билеты на пономиналу.ру. 6+. 321-88-44. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. Программа «Чаодаев». Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Чаодаев». Она готовится совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Я Марк Нуждин. В нашей студии профессор факультета истории и искусств Европейского университета Наталья Мазур. И мы продолжим разговор о том, как лучше понимать живопись и о том, зачем это вообще нужно современному человеку. После рубрики «Контора пишет», где тоже будет сообщение на эту тему. «Контора пишет». Почему Пьера де Ла Франческо современники называли монархом живописи, а нам персонажи его картин кажутся, мягко говоря, немножко не очень красивыми? Почему его Мадонна Милосердия, да и все прочие Мадонны Милосердия одеты во что-то вроде современной плащ-палатки? Почему весна на знаменитой картине Боттичелли скрючила пальцы так, будто собирается вцепиться ими в глаза зрителю, а лицо ее при этом доброжелательно приветливо? Почему Мадонна того же Боттичелли в ужасе убегает от Архангела Гавриила? Все эти вопросы мы не решаемся задавать даже самим себе, чтобы не прослыть, не дай бог, людьми некультурными. Их очень не любит традиционное искусствознание. А между тем, именно в ответах на такие наивные, но совершенно справедливые вопросы и скрывается ключ к пониманию живописи других эпох. Ключ этот первым нашел замечательный английский историк культуры Майкл Баксендалл, чья книга «Живопись и опыт в Италии 15 века» наконец-то появилась в русском переводе. Баксендалл предложил искать объяснение для таких странностей в спецназе. Вот эта книга, о которой мы говорим, она у меня здесь стоит. Так что поищите, посмотрите. Мне кажется, это будет интересно. Баксендалл смотрит на уличное движение иначе, чем пешеход. Профессиональный картежник разбирается в мимике гораздо лучше, чем, к примеру, стоматолог. И все мы стали воспринимать мир немножко иначе после появления культуры видеоклипа. Чтобы восстановить визуальную культуру итальянца 15 века, Баксендалл обратился к источникам, на первый взгляд, не имевшим никакого отношения к истории искусства. Это были еженедельные церковные проповеди, учебники математики для начальной школы или словари жестов для монахов-молчальников. Баксендалл дал своей книге скромный подзаголовок «Начальное пособие по социальной истории живописного стиля». На самом деле, эту книгу вполне можно было бы называть «начальным пособием по пониманию живописи Возрождения». Книгу Баксендалла переводили и комментировали профессор и магистрант факультета истории искусства Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталья Мазур и Анастасия Фарсилова. Книга вышла в московском издательстве VAC и продается во многих интернет-магазинах и магазинах интеллектуальной литературы. Ну а мы возвращаемся и продолжаем говорить о том, как понимать живописи. Причем сейчас хотелось бы обратиться к совершенно мирскому, недуховному, совершенно банальному аспекту, потому что вы упомянули чуть раньше договор, который между художником и заказчиком картины наверное заключался, подписывался, там были прописаны все детали. И наверняка заказчик, коль скоро он имел деньги на то, чтобы заказать себе произведение живописи, хотел и отразить там, например, что-то, что его самолюбие бы грело, там свой материальный статус показать, показать, что все-таки он вот какой молодец, еще набожный и все у него хорошо. Вот вы, Марк, по-моему, уже прочитали книжку Баксандала, которую мы рекламируем, потому что вы очень точно воспроизвели на самом деле одну из главных находок Баксандала. Он достаточно провокационно бросил фразу в начале книги «Деньги очень важны для истории искусства». Деньги — это тот важнейший, я бы сказала, параметр, который позволяет нам очень многое понять в устройстве картины. Если мы посмотрим на контракты, которые заключались между художником и заказчиком в начале XV века и в конце XV века, мы увидим между ними очень важную разницу. В начале XV века всегда, помимо сюжета, твердо оговаривалось, какие именно краски должен использовать художник. Золото, серебро. И третий параметр — он должен был использовать ультрамарин, и дальше указывалась определенная цена. Скажем, по два флорина за унцию, по одному флорину за унцию. И Баксенделл первым, собственно, понял, что разница между ценой ультрамарина, который стоил чуть-чуть дешевле, чем серебро, и еще дешевле, чем золото, но, тем не менее, входил вот в эту вот гамму трех самых дорогих пигментов... Но гораздо дороже любых других красок. Гораздо дороже. Это позволило ему совершенно по-другому посмотреть на живопись XV века и на то, как человек XV века, собственно, на нее смотрел, потому что взгляд того человека совершенно иначе распознавал оттенки синего цвета. Для нас синий — это синий. Ну, этот более темно-синий, это более светло-синий, этот, может быть, с какой-то там примесью белого. Мы ничего не можем сказать о том, какой ценностью обладает тот или иной синий цвет. Искусствовед Юлия Кристева, искусствовед тут еще, она семиотик, она очень храбро писала о семантике синего цвета в эпоху Возрождения и говорила, что синий — это небо, это голубой, а голубой цвет неба, и это, в общем, просто такую вот просвятость. А на самом деле там все было гораздо сложнее. Была святость по два флорина за унцию, была святость по полтора, была по одному, и это зависело от того, какой отжим Ляпис-Лазури шел на краску. Дело в том, что ультрамарин привозили из-за моря очень сложным путем, из Ирана и Афганистана. И чтобы привезти его в Европу, надо было миновать, например, земли, занятые турками, надо было переплыть через море. Это было дорого, это было опасно. И в итоге получалось, что ультрамарин обладал особой ценностью. Эта заморская ультрамары краска, она несла в себе память и о дальних землях, и об испытанных тяготах, ну и кроме того, о том, сколько, собственно, за нее заплатил заказчик. Поэтому самый богатый оттенок ультрамарина с лиловой примесью, он шел на одежды Богородицы и на какие-то особенно значимые элементы в картине. Самое главное, что ультрамарин еще очень жизнестойк. Например, капелла де Лискровени в Падуе и сейчас поражает интенсивностью своего ультрамарина, потому что денег не жалели. Ростовщики, которые строили эту капеллу для того, чтобы искупить свои грехи, наняли самого лучшего художника того времени Джотто и взяли самую дорогую краску, чтобы буквально покрасть ей весь потолок. А если брать краску подешевле, какую-нибудь немецкую лазурь, так она через несколько лет осыплется. Поэтому бдительный заказчик очень внимательно следил за тем, что в итоге использовал художник. Не дай бог было подменить дорогой ультрамарин более дешевым. То есть для человека 15 века оттенки ультрамарина говорили так же много, как для нас сегодня, скажем, значки на автомобилях. У нас даже трехлетние, а то иногда и двухлетние дети отличают Мерседес от БМВ. Так вот, ну, я не знаю, трехлетние, наверное, не отличали. Отличают, отличают, мне кажется. Очень хорошо. Нет, я про ультрамарин. Это я тоже уже про ультрамарин, про цвет. Цвет отличают. Дети очень хорошо разбираются в цвете, да. То есть восприимчивость к цвету — это, как правило, культурно обусловленный феномен. И семантика цвета, она вычисляется из вот таких вот тонких моментов. Скажем, почему именно ультрамарин оговаривался в контракте, сколько он стоил, и для каких элементов картины он использовался. В следующий раз, когда будете смотреть на любую картину 15 века, приглядитесь внимательно, на какие части пошел интенсивный, глубокий синий, на какие пожиже, а на какие вообще бледные, которые почти осыпаются. Эти совсем не важны. Ну и здесь тоже особенно важно, что если нынешний трехлетний ребенок разбирается в марках машин, то, наверное, тогда трехлетние дети разбирались в оттенках синего, которые они видели и на фресках, и на храмовой живописи. И, разумеется, глядя на картину, которая висела дома у богатого купца, человек, который в этот дом, допустим, был приглашен, у него наверняка мелькала мысль, ну и деньжищ у него. Вот вы сейчас говорите примерно то, что я говорю, когда рассказываю про капеллу Де Лискровини в Падуе. Именно это и испытывал человек, заходя в просто часовню, расписанную ультрамарином, и джотто. И это действительно, это вот со всех сторон кричало деньги. Но какие деньги? Это деньги, которые самый страшный ростовщик, который первым придумал брать процент из процентов, и за это попал в божественную комедию Данте, естественно, в ад. Вот, чтобы выкупить его душу из ада, его дети тоже ростовщики, пожертвовали деньги на то, чтобы создать самую прекрасную, может быть, капеллу, уж во всяком случае в Северной Италии, а может быть и в мире. И это были деньги, которые они вносили в общественное благо. То есть они оправдывали себя и перед обществом, и перед Богом. Так что да. А продолжая разговор о красках, сейчас позолоченные детали в интерьере, ну и как любые другие позолоченные детали, может быть, за исключением ювелирных украшений, выглядят в основном альповато. Вот, честно говоря, смотришь, кажется, что это перебор. Вот тогда такое же восприятие было? Вот на протяжении XV века, собственно, и произошла решительная смена вкуса. Вначале всякая прекрасная картина изображалась на золотом фоне. Есть действительно великие картины, например, «Распятие Мазаччо». Дивные, сильные, уже совершенно такая зрелая возрожденческая живопись, а фон золотой. Потому что золото говорило не просто о богатстве, но и о чуде света, который приходит в мир вместе с рождением Христа. Но к концу века мы увидим, что в контрактах про золото ни слова. И есть только примечание, что золото пустить только на раму. И художник должен получить тот же гонорар, но не за использование золотой краски, а за то мастерство, с которым он напишет пейзаж. То есть мы сейчас пережили примерно ту же эволюцию, которую переживает человек XV века, вернее, поколение XV века, уходя от демонстративной роскоши потребления к более сдержанной. То же самое произошло в одежде. В первой половине века они носили одежду, сшитую золотом. Во второй половине века перешли на черное бургундское сукно. Но, внимание, черное бургундское сукно стоило ничуть не дешевле, чем шитое золотом одежда. Это вопрос о демонстративной роскоши. Мы все пережили эпоху гламура и начало 2000-х, и еще конец 90-х, когда должно было быть дорого-богато. Мы перешли к эпохе такого understatement, downshifting, но, честно говоря, за этим совсем большое лукавство. Иногда эти бедненькие вещи стоят ничуть не меньше, чем пресловутые малиновые пиджаки. Наше время подошло к концу. К сожалению, я только, знаете, в качестве вывода из сегодняшней программы лично для себя хотел бы сформулировать вот что. У нас существует все-таки сейчас такое отношение к нашим предшественникам, как к людям, стоящим на какой-то более низкой ступеньке. Но на самом деле общего между нами и ними гораздо больше. И вот сегодня мы в этом убедились ни раз и не два. В том числе и процессы, которые происходили в 15 веке, оказывается, и у нас сейчас происходят. Так что чуть меньше высокомерия и чуть больше внимания к деталям. Сегодня в программе Чаадаев была профессора факультета истории и искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталья Мазур. Я Марк Нуждин. Большое спасибо. До свидания.